готовим головку к установке головку блока цилиндров и место примыкания блоку цилиндров вот видите на самом блоке цилиндров надо вот эти места все почистить я их чищу обычно аккуратненько срезая старую старую прокладку ножом ну и потом конечно зачищая ее мелкой мелкой наждачкой обязательно прохожу вот этот вот верхний вот этот вот верхний слой нагара то есть примерно миллиметров 6 высотой в цилиндре здесь вот нагар здесь как бы совсем не нужен его аккуратненько был небольшой если честно аккуратненько его так сейчас пройду так вот аккуратненько только по верхней части цилиндра вниз не опуская чтобы не поцарапать зеркало набитая самим самими кольцами прошли поршнем так двигатель головка блока цилиндров почищена вот новая прокладка это вот у нее здесь дырка видать она висела висела на прилавке или где-то мы не висят не знаю вот сейчас мы распакуем и вот она прокладочка сейчас померяем ее что у меня здесь как бы настораживает или не настораживает вот здесь вот одно место как бы направляющая которая должна она ставится чтобы не съехал вот на наших машинах на и на наших на toyota 2 то есть в одном месте и в другом месте а у здесь почему-то только в одном месте на головке но я сейчас я конечно сниму с головки трубку сюда вставлю на нее надену прокладку но все равно ух ты вот это да гром но она может же так пойти так пойти поэтому как бы надо две направляющие посмотрим такие вот дела не по не показал как почистил вот так вот примерно я почистил вот это вот уже коррозии вот это то есть не очищается места где будут закручиваться болты 10 10 мест я вот так вот проду обязательно сжатым вот для чего это делается для того если вдруг туда попало масло и я потом начну тянуть болт он это масло начнет сжимать и даже можно повредить головку блока цилиндров то есть она от того что масло от давления масла может сломаться такие дела вот эти вот места это от стойнички тоже для масла чтобы грязь сюда собирать ну когда масло во время меняешь грязи тут естественно собирается куча еще раз продуете еще раз надо хорошенько продуться сейчас я буду устанавливать прокладку еще не установил у здесь головки видите вот такая направляющая вот она она должна вставляться там блок цилиндров и на нее одеваться прокладка ну как я уже только что говорил на машинах большинстве машин и должно быть две штуки одна с этой стороны и одна с этой стороны и они должны быть разные по диаметре ну то что прокладка села похоже что здесь она когда-то была но в данный момент и она отсутствует поэтому я с этой стороны открыл то есть открыл вытащил и теперь сейчас вставлять вот сюда вот вот она вот она да вот она так она у нас вот так вот сейчас я ее осажу так вот не забиваешь ее чтоб сильно чтобы она не расплющилась потом я сверху головку не смогу одеть всего уперлась уперлась по идее еще раз говорю должна быть вот здесь другого диаметра но нету ее посмотрел я внизу полазил в яме нигде ничего не падал да я не слышал чтобы она падала так а вот я смотрю протертая защита проводов видимо от головку терлась но я сейчас еще мотную изолентой чтобы когда головка встанет она дальше будет тереться еще еще потёрла изоленту немного то есть продлю продлю срок службы теперь болты которыми я буду заворачивать головку 1 2 3 4 5 эти болты длиной 11 а 110 миллиметров и 5 десятых вот видите 110 и 5 а вот эти болты там головка сама по себе повыше уже длиннее длина их сейчас я вам скажу длина их 125 миллиметров то есть они разные почему а вот потому разные что видите вот эти вот вот с этой стороны это где у нас выпускной коллектор до выпускной вот 1 2 3 4 5 тут расстояние то есть по высоте которая часть заворачивается закручивается болтами высота головки выше до примерно на сантиметр выше даже не на сантиметр она 14 миллиметров ну и болты больше 10 поменьше 1 2 3 4 5 а есть повыше надо когда ставишь не перепутать чтобы потом 10 раз не переворачивать так то ничего страшного вывернул другое место завернул чтобы понятно было я объясняю это сидела болты видите они все как бы немножко в масле желательно бы почистить что вот эта резьба была она все равно масло останется но лишнее масло там тоже ни к чему так вот возьму тряпочку все это дело каждый блок пройду все равно витей метру внутри там масло остается если какие-то подозрения можно конечно пройти еще еще . хуже я думаю не будет стараюсь делать все очень аккуратно скурпулезно потому что если какая грязь начну заворачивать сорву резьбу опять дополнительная работа нарезка это и вся ерунда связанная с ней и так все 10 болтов все болты почищены раскортированы по длине 10 получилось одна шайба лишняя видимо когда разбирали поставили все начинаем установку головку устанавливаем прокладку на место вот видите их не совсем идет сейчас маленькая подработаю а подрабатывать чем буду а наждачкой здесь вот заусинцы скорее всего не знаю из-за чего но есть видать так вот обработали вот эту направляющую обязательно продуть и пробуем пробуем устанавливать прокладку не хочет идти зараза сейчас пройду вокруг на целиком здесь вот слегка потому что у других вариантов нету пока померяем смотрите не могу не могу задавить пока прокладку 10 прошел круглым надфилем пробуем еще раз села прекрасно вот про что я и говорю видите где-то нужен упор был вот ну что будем ловить его просто-напросто то есть сейчас головку поставлю еще примерно вот так вот раз снизу гляну сбоку здесь и аккуратненько болтами подшевеливая прокладку буду попадать хотя бы один был попасть и будет все нормально можно конечно было шпильку такую но это опять же надо искать шпильку чтобы прокладка оставалась на месте а потом шпильку сверху выкрутить еще раз перед установкой прочищаю вот так вот убираю грязь так вот еще раз обдуваю саму прокладку чтобы соринок не было сверху прокладки для к и тонкий-тонкий слой резины то есть прорезинена сама прокладка для с мягкого металла вот устанавливаем все сейчас буду устанавливать головку сейчас мне нужно снять вот этот вот шестерню шкив от зубчатого ремня конечно здесь вот два отверстия при помощи съемника нужно все завернуть болты и при помощи съемника чук 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 снять но нету съемника не охота делать меня если честно поэтому я попробую сверху отверткой то есть вот отсюда видите поворачиваю отвертку вот так вот все прекрасно идет сейчас попробую отсюда так отсюда не очень еще раз сверху пошире жало надо я вот такую цветку опа видите продолжает идти еще раз отсюда опа вот она вот она шпонка там внутри видите сейчас остатки старого ремня вот они остатки сейчас мне почистить надо поменять вот этот сальник сальник менять вот они остатки видите остатки старого ремня сальник меняется здесь просто насколько я насмотрелся в интернете первый раз разбираю туда поддевается сейчас буду показывать взял вот взял вот такую узенькую отвертку сейчас мы попробуем и так опа вот он сальничек пожалуйста вот я его выдернул теперь надо это все место почистить от блин зря выдернул надо было сначала почистить чтобы внутрь не забегала грязь ну кого так если попробую сделала слушать вообще легко вошел может из-за этого и бежал ладно посмотрим сейчас наливаем обыкновенного аспирита и пробуем промывать ну поэтому Примерно вот так. Промою, потом включусь. Примерно вот так все получается. Более-менее чистенько. Сверху я мотор этот не буду чистить, потому что у меня не ремонт движка, а меняю только клапана и ремень. То есть притер клапана, сейчас поменяю ремень, сальники поменяю, чтобы грязь не попала в двигатель внутрь. И вот так его почистил. Вот теперь можно со спокойной душой вытащить сальник. Сальник вытащил, еще раз протру. Так, ну теперь, теперь надо поставить на место сальник. А так как он легко вылез, возможно сверху сальника мазнуть герметиком, что ли. И вот здесь вот у меня еще были такие нюансы, когда вот там на валу получалось, что... канавку от этой вот внутренней резинки, вот от этой внутренней резинки, небольшую канавку набивало. И сальник надо было смещать чуть-чуть вперед или наоборот к себе, для того, чтобы он не попал вот этими вот своими краями мягкими, ну вот как раз в эту канавку и не стал пропускать опять масло. Так, как бы, такой нюанс есть. Делал я это, проходил на форде, то есть ставлю сальник, а он еще без пружинки, родной сальник. Пришлось покупать сальник с пружинкой и подтягивать его, то есть пружинку укорачивать, чтобы он вот так вот лучше обжимал этот вал. Ну, здесь вроде пружинка есть, но лучше хотя бы не надо свое место, а немножко вглубь его туда утопить. Вот так примерно. Сейчас еще попытаюсь разглядеть. Сейчас еще там вокруг пройду тряпочкой. Интересно. Первый раз такое вижу. Видите? Это у нас что? Не могу сказать, если честно. То есть могло и оттуда, и с поднизу бежать, не обязательно где сальник. Интересно. Первый раз отдельно от вала что-то на валу крутится. Она же может и оттуда бежать. Хотя, по идее, она должна прижать туда ее. И как бы не должна бежать. Потому что сама шестерня встанет, еще сверху зажмется. Подразумевается так. Ну да, вот она из-под низу капает. Вот она, эта шестерня. Видите, вот этот вот выступ, он должен упираться вот в ту вращающуюся часть. А для чего она сделана вращающаяся? Наверное, вот сюда я положу сейчас герметика чуть-чуть. Сейчас протрую эту шестерню. Здесь вот за что-то цепляется. Чтобы ремень не портился, надо пройти обязательно над вильком. Она такая мягкий металл. Видимо, чтобы хорошо работал с резиной. А здесь вот места цепляются. Обязательно пройду над вильком. Как? Смотри. Охот. ДИНАМИГММММ. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Вот здесь вот, которые заусенцы я нащупал. Сейчас я их пройду на пильку. Продолжение следует... Ну все, надфильм прошел. Надфилем прошел, теперь заусенцев нету. Все отлично. Саму шестерню почистил. Вот здесь, видите, вот эта вот фигня, это метка. И вот, скорее всего, и вот эта вот верхняя мертвая точка. Вот эта нижняя, вернее, это верхняя мертвая точка второго-третьего, а это первого-четвертого. Так, теперь, какой нюанс. Сейчас будем одевать ремень, и вот из-за этого буртика придется одевать ремень вместе с этой шестернью. А вот здесь, с этой стороны, еще пройти герметиком. Вот зараза, а! Зачем они там сделали, вращаясь, сейчас эту штуку? Сейчас посмотрим. Решил я не мудрствовать лукаво. Вот здесь вот намажу тоненький слой герметика. Пусть он немножко подсыхает. А я пока буду одевать сальник. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас предвижу, многие, кто будет смотреть, скажут, «Ты что делаешь? Кто герметик?» Ни разу в жизни не мазал на эти места. Но так как внутри вращается, вот, поэтому пришлось мне сделать так. Лишний герметик убрал. Ну и потом, когда буду ставить, туда еще мазу маленько. Думаю, что... Масло просачивалось именно, именно вот в этом месте. Слой герметика небольшой. Еще раз говорю, никогда так не делал. Но... Мой жизненный опыт подсказывает, что герметик всегда нужно сделать. И не стесняться. Когда буду заворачивать, давить примерно 150-160 ньютон, тут все сожмется. Вот, а сейчас ставим сальник. Посмотрите, вот этот черный – это новый сальник, а вот этот, который там стоял. И вот черный немножко тоньше. Замерил штангелем. Вот этот 6 мм шириной, а вот этот вот сальник 7,2. Ну, может, оно и к лучшему в другом месте встанет. Вот, короче говоря, короче говоря, совсем коротко. Так как этот выходил плотно. 47,2. Тоже 47,2. Поэтому я что сделаю? А поэтому я вот здесь вот сейчас смазну герметиком. Так вот, лишнее выдавит. Зато встанет там и засохнет. Да, не идет. Вот из-за этой крутящейся части я не могу вставить сальник, потому что он на нее не заходит. Попробуем по-другому. Так, сальник не встает. Прибегнем к небольшой хитрости. Сейчас я разрежу вот эту бутылку и попробую сделать направляющую из нее. Попробуем по-другому. Попробуем по-другому. Вот так вот Поставлю И по идее она должна съехать Так Встала Сейчас надо ее поддавить Сейчас аккуратненько Аккуратненько По кругу пройдусь Плоской отверткой Вот так Конечно лучше иметь Специальную Оправку специальную Вот так Вытаскиваем Все Сальничек на месте Вот так вот мы обманули То есть Загибались там края Сделали из обыкновенной пластика Вот такой бутылки Направляющую И все прекрасно стало Теперь Наша задача Поставить туда ремень Вместе С шестерней Ставить я его буду После головки После того как установлю головку Вот такой вот ремень Видите здесь даже Какая-то полоска нарисована Для чего непонятно Направление движения Не нарисовано Значит можно Стоять в любую сторону А нет Вот есть направление То есть Если у нас крутится Ставим вот так Тут даже Можно посчитать Сколько зубьев Посчитал я 106 зубьев На этом ремне Ну что Хотел я поставить его После того как Головку установлю Нет Буду ставить сейчас Потому что Мне нужно будет При помощи Шестерни Вот этой При помощи ее Как вам правильно сказать Меток Установить верхнюю мертвую точку Поршня Хотя можно будет Это и потом сделать Не знаю Или потом поставить Наверное потом Все таки поставлю Еще раз Проверяю Прилегание Место прилегания Головки блока цилиндров Блоку цилиндров Чистенько Аккуратненько Направляющая Вот она Стоит Поршня В среднем положении То есть Не в верхней мертвой точке Не в нижней Вот Блин Да Потом я смогу Подвести При помощи Поршня В верхнюю мертвую точку Если мне надо будет Подвести Я их подведу Через Свечные отверстия Увижу Какой поршень Подошел вверх Эти два Или эти два Все Ставим прокладку И головку Естественно Так Здесь я уже показывал Что я подработал Чуть-чуть Установили вот так Здесь Примерное расстояние Одинаковое Не знаю Вижу я Не увижу эти Ну Я думаю Возможность Будет пошремлить Быстренько беги Около циркулярки Стоит ведерко Что я Выкормайте Чеще Еще раз Очищаю Место прилегания Головки Головки Блока цилиндров Ой Блоку цилиндров Головки Блока Очистили Сейчас будем устанавливать Так Устанавливаем Головку Блока цилиндров Снизу Вот это Отжигай Вот так 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 Примерно Нам нужно попасть Сюда Вот Направляющую Вот здесь Направляющая Про которую я показывал Проверяю Проверяю Прокладка Прокладка Вот видите Примерно Ровно Стоит Вот она Теперь мне нужно Раз там Направляющая Попала Теперь мне нужно Обязательно Один болт Затолкать Чтобы прокладка Не уехала Аккуратненько Берем Короткий болт И вот так Пытаемся Наживить Не очень-то Идет Как же мне Ее попасть Тут вроде Все Ровно Так Немного Подшевеливая Одной рукой Другой рукой Крутил Вроде как Наживил Вот Вытащить Не могу Теперь Надо попробовать Наживить Еще пару Болтов Чтобы уже Точно Удостовериться Принес Вот я Еще Пару Болтов Вот Видите Насколько Выше Так Все Идет Отлично Немножко Подзакусил Нет Пошел Пошел Родимый Видите Плохо Безнаправляющий Второй То ли она Выскочила То ли их там Не было Не знаю Не разбирал я Рено Хотя Должна была Быть Будем Наживлять Все Болты При помощи Шуруповерта И головки На 11 Вот у меня Видите Какая головочка Есть Я сейчас Наживлю Все Болты Болты Я вернее От руки Наживил А при помощи Вот этой Головки Поставлю На 7 ньютон И предварительно Затяну Таким вот способом Крест-накрест Третий Четвертый Пятый Шестой Седьмой Восьмой Девятый Так Заворачивать Я буду Как меня учили Первый Второй Или отсюда Можно брать первый Первый Второй Третий Четвертый Пятый Шестой Седьмой Восьмой Девятый Десятый Насколько затянуть Сейчас скажу Начинаю Затяжку Болтов Которые держат Головку блока цилиндров Там в инструкции Почитал Значит Крутим Первый Второй Третий Четвертый Пятый Шестой Седьмой Восьмой Ну короче говоря Крест-накрест Вот И затягиваем На 20 ньютон А потом Доворачиваем На 105 градусов Вот как я буду Мерить 105 градусов Значит Головку блока цилиндров Двухлитрового двигателя Тойотовского Я например Затягиваю В несколько подходов Ну например За два подхода Сначала по 20 Потом По 50 ньютон А потом еще нужно Довернуть На 90 градусов Вот так я и буду делать Потому что Делал я И Форд Делал я И Ниссан И Тойоту И всегда затягиваю Примерно Ну не примерно А одинаково То есть Вот этот порядок Не меняется Он на всех автомобилях Так же как работа Условно говоря Первый Третий Четвертый Второй цилиндр Так же и здесь Ну Такая же дюраль Такая же головка Блока цилиндров Там даже Помощней движок Например 130 лошадей А этот Я думаю На много Не такой Короче говоря Мощный И то хватает Короче говоря Тянул Как я умею Поэтому Предвижу сразу Критику Сейчас меня начнут тут Вот надо Вот это А там Знаете Вот например Затянул все на 20 По кругу Потом отпускаешь Третий Четвертый И опять его затягиваешь И опять на столько И Такой какой-то бред вообще Я не представляю Кто это вообще выдумал Может быть на заводе Как-то у них там Автоматически Все это сделано Понятно Но я считаю Что вот У себя в гараже В домашних условиях Достаточно Надо чтобы было Все просто и понятно Делаем Затягиваю На 20 ньютон Затягиваю Затягиваю Субтитры Ньютон Затягиваю Субтитры вот то что после первой затяжки нужно подождать 3-5 минут вот с этим я согласен подождем второй этап затяжки все то же самое только на 50 ньютон и и и и затянули на 50 подождем теперь сейчас каждый болтик помечу что ну чтобы было видно риска чтобы повернуть ее на 90 градусов может чуть побольше по маслу плохо рисует лак для ногтей все болты помечены вот теперь я буду их крутить на 90 градусов и 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 на своё место так шестерню мы затравили ремень на ней уже висит теперь нам нужно накинуть на шестерню или как звездочку распредвала джиплин не посмотрел эта фигня оказалась внутри сейчас глянем одеваем ремень сначала сначала одеваем его на распредвал да кстати сначала нужно выставить верхнюю мертвую точку вот так я думаю а потом уже накидывать ремень заворачиваем болт сейчас у горшня стоят в среднем положении вот я по меткам смотрю внизу внизу я метки никакой не вижу заворачиваем болт и головкой на 18 будем проворачивать коленвал пока он не станет верхнюю мертвую точку подворачиваем неудобно пошло одновременно можно следить протягиваем плетку пока вытащу там у меня есть метки вот она вот здесь вот . есть вот она . на шкиву коленвала на звездочке И она должна быть совмещена Вот здесь вот есть рисочка сверху Вот она Все, выставил я Вот она метка, вот она видно И вот здесь метка И вот эта внизу метка должна строго вертикально вниз Это верхняя мертвая точка Первого цилиндра Вот Теперь мне нужно выставить Распредвал Вот здесь вот, я думаю должно быть видно Вот здесь вот метка Такой треугольник На шкиву Распредвала И есть метка на ремне Видите, на новом ремне То есть нужно совместить эти метки Так, чтобы совместить Немножко повернуть ремень Вот она метка совместилась Видите Теперь Многие совмещают сначала нижнюю метку Ну а мне удобнее вот верхнюю почему-то Не знаю, первый раз я это делаю Мне удобно верхнюю И чтобы она у меня не убежала никуда Я сейчас вот такую струбцинку возьму И затяну Для меня сейчас самое главное Чтобы вот эта метка никуда не ушла Значит Дели мы Все по меткам поставил я Еще раз провернул Опять Все открутил Потому что мне не понравилось Что вот этот ремень Почему-то оказался вот здесь Теперь Там можно натягивать звездочкой Но такой звездочки точно у меня нет Поэтому я вот так вот беру И натягиваю Обыкновенной отверткой Давлю И совмещаю Совмещаю вот этот вот выступ Вот с этой выемкой Никогда я поближе покажусь Вот так вот Вот этот выступ Вот смотрите Вот так вот раз И вот так с выемкой надо совместить То есть получается Что все, я натянул Я считаю, что Вот так вот немножко чуть побольше Натяну На, держи И все Теперь я беру И затягиваю Ключом на 13 Этот ролик Так Вот так Затянул Еще раз подтянул На 45-50 ньютон затягивается обычно Эта гайка Заворачивается На 45-50 ньютон Затянув гайку Я должен проверить Совмещение меток Вот здесь вот специально я не ставил Распредвал Метки у меня Должны быть Вот здесь вот Ф Да И Там внизу Да Примерно так и есть Канаде же Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин